Для жителей поселка это без преувеличения дорога жизни. Она проходит через несколько густонаселенных пунктов Адлерского района, в том числе и через село Черешня. Ремонта местные жители ждали несколько десятилетий. Последний раз полотно латали еще в советские времена. В конце прошлого года на сходе граждан сельчане попросили главу города помочь в решении этого вопроса. Ждать долго не пришлось. Бригады сдали объект в конце июня. Отремонтировано порядка 4 километров покрытия двухслойного. Общая протяженность 4 километра. Площадь покрытия 23 тысячи квадратных метров. Работы закончены по улице Сормовской до поселка Социализм. Теперь люди с гордостью говорят, что советская сказка стала былью и поселок полностью оправдывает свое название. Налажены автобусные сообщения. Благодаря такому благоустройству и заботе властей и стоимость домов с окончанием дорожных работ значительно повысилась. Дорога для нас это да, это жизнь. Это как говорится, счастье огромное. Намного лучше. Мы очень спасибо большое говорим и администрации и всем, кто этим занимался. Особенно нашему мэру спасибо. Другая дорога, которую тоже долго ждала своего часа, ведет в поселок Казачий Брод. По ней люди добираются до популярных туристических объектов Ахштырской пещеры и Скайпарка. Ею же пользуются жители Голицына и Каменки. Качество ремонта Анатолий Пахомов решил проинспектировать лично. Работая дорожником, глава города остался доволен. Однако ложку дегтя внес водитель бетономешалки, который проигнорировал знаки, запрещающие движение большегрузов в этом направлении. Почему он здесь ездит? Ты не знаешь, что это же ездитель. Так, не видели наверху? А снизу там нет? Водительская есть? А? Есть. Глава города отмечает, что недопустимо преследовать свои интересы в ущерб всем жителям села. Если вдруг здесь появятся опять грузовики, которые возят щебень, значит принимать меры ГАИ вызывать, транспортную инспекцию. Потому что они эту дорогу опять убьют. Ее только сделали. С начала года в Сочи отремонтировано 71 улица. Общий объем ремонта дорожного полотна составляет около 33 тысяч квадратных метров. До конца этого года запланирован ремонт еще 47 улиц. Елена Овсецына, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.